30 сентября на братской могиле поселка Горшково состоялось торжественное перезахоронение уроженца села Подмошья лейтенанта пограничных войск НКВД Виктора Петровича Филатова, погибшего в августе 1941 года в боях с фашистами. В 2016 году его останки нашли украинские поисковики под селом Подвысокое Новоархангельского района Кировоградской области Украины. Об этом рассказали координатор поискового отряда «Зеленая брама» Евгений Федорченко и руководитель отряда Анатолий Фартушин. В ходе кропотливой работы с помощью соцсетей с трудом удалось найти родственников Филатова, четвероюродную внучку Ирину Лобанову, проживающую в Химках, и передать ей найденный в раскопе смертный медальон. Хорошо сохранившиеся записки с помощью украинских экспертов удалось прочитать фамилию погибшего бойца. Мы пытались больше трех лет вот конкретно Филатова вернуть на родину, останки вернуть на родину, но, к сожалению, при прежних администрациях это было невозможно. Была масса обращений и в область, и нашему министерству иностранных дел, как это полагается. Политическая обстановка не позволила вернуть останки. И только вот сейчас вот это удалось. Виктор Филатов родился в 1918 году в селе Подмошье в крестьянской семье. В Москве он окончил курсы РАПФАК, а потом поступил в Харьковское военное училище имени Зержинского. Во время Великой Отечественной войны он служил в 21-м кавалерийском полку НКВД на 97-й погранзаставе Украины. В июле-августе 1941 года лейтенант Филатов попал в так называемый Уманский котел и геройски погиб в жестоком бою, предположительно, 6 августа. В те дни здесь погибло более 200 красноармейцев. Из-за напряженной политической обстановки между Россией и Украиной целых три года украинским поисковикам не удавалось переправить останки Виктора Филатова на родину. Помог федеральный проект «Дорога домой». Митинг открыл командир Дмитровского поискового отряда «Рубежслава» Сергей Рыбаков. Он рассказал о биографии и судьбе Виктора Филатова. Дорога нашего солдата была очень длинной на родину. Еще в 2016 году, когда поисковики Украины нашли останки более 200 солдат, которые оказались погибшими в Уманском котле. И тогда был звонок от Ирины Сергеевны, внучатой племянницы Виктора. И потом связывались с Евгением Федорченко, который работал там. И тогда мы начали собирать информацию. Координатор украинского поискового отряда Евгений Федорченко поделился воспоминаниями о ходе поисковой работы и отметил значительную роль соцсетей в поиске родственников. Военный комиссар Дмитрова Михаил Фотин вспомнил известные слова великого русского полководца Александра Суворова. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. А родственница Виктора Филатова Ирина Лобанова поблагодарила членов украинского поискового отряда «Зеленая Брама», командира отряда «Рубежслава» Сергея Рыбакова, местные власти за помощь в установлении личности и организации похорон. Филатов числится попавшим без вести с 15 августа 1941 года. То есть именно столько лет занял его путь домой на родину. И если бы ни поисковики, ни остальные причастные люди, помогшим вернуться ему домой, мы бы сегодня с вами здесь не собрались. Есть такая поговорка, что народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Если мы с вами не будем помнить их, те, кто подарил нам это небо, так как мы живем сейчас, у нас не будет будущего, поэтому их надо помнить, их подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Спасибо вам большое. После выступлений наступила минута молчания, а за ней захоронение останков лейтенанта Филатова и возложение венков и цветов. Принято решение присвоить имя погибшего воина военно-патриотическому клубу Горшковской средней школы «Патриот». Останки Филатова были переданы для перезахоронения 27 сентября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями. И с ними он был похоронен на своей родной земле. Вечная память герою.